Чернобыльцы, ветераны-спасатели вместе с представителями Горсовета и областной госадминистрации почтили память героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС. К памятнику возложили цветы те, кто в первых рядах спасал мир от техногенной катастрофы. Тогда они не задумывались, какой опасной была эта работа. Я один из членов отряда пожарной охраны, которая прибыла для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 27 сентября 1986 года. Мы находились непосредственно безвыездно в самой иностранции. Одна пожарная часть была, а вторая была в городе Чернобыль. Безвыезда мы там находились 40 суток с 27 сентября по 10 ноября 1986 года. В первые дни к эпицентру бедствия отправили сводный отряд из 200 спасателей. Те, кто был там в момент аварии, не дожили до наших дней. Другие вспоминают, что запомнили вид разрушенного реактора навсегда. Тогда мы были военные, нас подняли по тревоге. Тогда был Краснознаменский полк гражданской обороны. Его отмобилизовали и от Одессы, и от Одесского округа. Этот полк выдвинулся в район Чернобыля. И в районе села Старые Соколы занялся ликвидацией последствий. То есть, что это было? Это было оказание помощи людям, помывка и обеззараживание техники, дорог, участие в дезактивации участков на Чернобыльской АЭС и другая работа. Для ликвидаторов 26 апреля – это день скорби. Ведь с каждым годом на встречу приходят все меньше коллег и друзей. В результате трагедии более 8 миллионов человек получили дозу радиации. Погибли десятки тысяч ликвидаторов, а инвалидами стали сотни тысяч. Пенсионное обеспечение до сих пор не назначается напрямую по закону. А назначается по постановлениям Кабинета министров. Соответственно, оно не является выше того, что положено по закону. И ни разу государство не выполнило Чернобыльский закон в полном объеме. Ни разу. Особенно в части медицины. У нас, к сожалению, почему-то легкомысленное отношение к здоровью граждан нашего государства в общем. И в частности к чернобыльцам, которым государство гарантировало социальную защиту, в которую входит медицинская помощь. 26 апреля – день, когда люди склоняют головы перед героическим подвигом пожарных, военных и всех тех, кто стал живым щитом на защиту человечества от смертельного атома. Я хочу всем поддякувать ликвидаторам за ту мощность, профессионализм, который вы выявили во время этой трагедии. И понятно, что сегодня государство в великому борьбу перед вами. В условиях реформ, особенно медицинской реформы, сегодня постаёт главная задача. Задача – зберегти людей с тем досвидом, который могли бы передать людям. Потому что мы видим, что киберзлочинность, экологические, глобальные проблемы, эпидемии – они не исчезают. Больше того, они створятся больше и больше проблем в мире. Почётный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов, который не понаслышке знает об аварии на ЧАЭС, подчёркивает, будущие поколения должны извлечь урок из страшных событий 35-летней давности. 35 лет назад произошла самая страшная техногенная катастрофа в современной истории. Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года навсегда изменила жизнь сотен тысяч людей. Пожарные работники ЧАЭС, ликвидаторы последствий взрыва, оказались на передовой в неравной борьбе с невидимым радиационным врагом. Общее число участников ликвидации составило более 600 тысяч человек. Тогда мне также довелось нести службу в Чернобыле как сотруднику органов внутренних дел. Трагедия в Чернобыле и близлежащих городах была в 90-ра страшнее, чем в Хиросиме после взрыва атомной бомбы. Европу накрыло радиоактивное облако. Украина навсегда получила зону отчуждения. Трагедия забрала жизни тысяч людей. Здоровью тысяч наших сограждан был нанесен непоправимый вред. И еще ни одно поколение украинцев будет продолжать борьбу с последствиями Чернобыльского взрыва. Можно ли было не допустить страшной катастрофы, равной которой человечество еще не переживало? История не знает сослагательного наклонения. Но люди получили страшный урок, который должен быть усвоен.